Недостатки, особенности, косяки. Короче, приятного просмотра. Скорее всего, вы знаете, что вот эту улицу за время прохождения игры мы встречаем целых три раза. И почему-то вышло так, что все три раза на ней имеются значительные отличия. О них и поговорим. Здание возле ПТР Альянса в четвертой карте выросло на целый этаж относительно второй. У здания напротив используются разные текстуры окон. На четвертой карте появились деревянные столбы и электрокабели, которых не было ранее. Дорога, которая уходила за карту, оказалась дорогой, которую мы можем наблюдать, бегая по крышам от полицаев и играя вместе с псом во время госпереворота. Тера в чердаке общежития дальше по сюжету исчезает, а проход между двумя зданиями станет шире. Но знаете, дичайшим косяком станет кое-что другое, а именно наличие уличной витрины, в которую по сюжету пес бросает БТР. Дело в том, что пробегая по карнизу крыши четвертой карты, мы в десятках метров от себя можем видеть это место, и там просто жилые квартиры. Да и окно на том же месте, где далее по сюжету голая стена. В будущем будут убраны уличные фонари, у которых на четвертой карте отключена коллизия, дабы игрок не мог спрыгнуть с карниза, не умерев. Кстати, физика движка такова, что прыжок для Фримена не стал бы смертельным. Его убивают триггеры. Продолжаем душнить. Несколько фоновых зданий в дальнейшем будут переделаны для большей детализации. А также у желтого здания добавят окна на нижний этаж. Ну и наконец помещение, где мы впервые встретим Алекс Вэнс. Окна были такими, станут вот такими. Сравнение данной улицы можно считать оконченным. Теперь о том, как легко не дать полицаям избить себя. Достаточно взять со стола вот эту модель и выставить перед собой. НПС до бесконечности будут стоять и ждать. Каоса, ты где? А вы задумывались о том, каким образом девушка в одиночку избила или убила шестерых вооруженных, взрослых, обученных мужчин? Shut the fuck up! Когда Фримен встает на ноги, его угол зрения может кардинально меняться. Дело в том, что вместо Фримена в потолок смотрит игровая камера, фо в которой не регулируется настройками игры. Фримен же в последний момент просто телепортируется на место камеры, что можно заметить по легкому подергиванию изображения. Если попытаться убежать от женщины в окно, то можно заметить обрыв карты. Лифт, в который приглашает нас войти Алекс, является дупликатом, оригинал которого находится за картой и освещается множеством прожекторов, свет от которых проецируется на дупликате. Когда лифт прибывает к нижнему этажу, игрок может выскочить из него еще до того, как откроется верхняя створка. Все потому, что там отключена коллизия для игрока. Зона вокруг плакатов Фримена очень контрастирует со стальной стеной. Мы уже ранее говорили, почему так. Брашевая геометрия всегда чуть иначе освещается на фоне обычной. Игрок может заблокировать отъезжающую в сторону дверь. Его не убьет, а вот Алекс может просто телепортироваться дальше. Запомните освещение у этой трупы. Бум, на следующей карте света как и не было. Стоп, а где дверь? А где дверь, а? Ну, а на данной двери нет ручки. Внутри самой лаборатории особо нечего обозревать. Лишь два нюанса для мапперов. Во-первых, непонятно, зачем аэропортал растянули на всю стену, если достаточно было бы поставить его в дверном проеме. А во-вторых, это первая карта, где появляются хенты. И вот их использование вызывает вопросы. Либо они изначально иначе работали, либо мапперы еще сами до конца не понимали, как их использовать. Они словно формировали каркас листьев для того, чтобы отрезать рендер из коридора. В общем, какая-то мартышкина работа. Комната с телепортом до и после ЧП — это разные локации. В данном месте разработчики забыли превратить ступени в фанк-дител сущности, что можно проверить в игре, отключив рендер детейлов. Знаете, в чем ирония ситуации с походом Фримена к лаборатории Кляйнера? Он мимо нее проезжает в самом начале игры и просто делает огромный крюк. И снова пришло время сравнивать. Для справедливости будем смотреть только на те места, которые мог увидеть игрок, впервые проезжая на поезде. Ни прохода, ни забора не было. Как и окон у здания. Никаких проходов под мостом, ограничивающих стен Альянса, не было. А еще украли телевизор с президентом. Конечно, это все можно и нужно оправдать оптимизацией ради нас, любимых, но еще чуточку по брюжим. С другой стороны от окна не было заборов, и вместо прохода был темный тупик. Такие дела. И переносимся уже на следующую главу через каналы. В коридоре очень тусклое зловещее освещение, которое неприятно контрастирует с белым потолком. Да, это не влияет на геймплей, но выглядит для меня некрасиво. Тем более, в следующем коридоре текстура потолка уже нормальная. Эти два молодца ничего не смогут вам сделать, если вы решите вернуться назад. Скажем так, их будет блокировать невидимая стена для NPC. Рендер можно было отрезать, добавив всего один хинт, но этого не сделано. Сами Valve пока не научились на данных картах оптимизации с хинтами. Брашевые лампы над лестницами просто висят в воздухе. Здесь использован лишний аэропортал. Или я что-то не понимаю в оптимизации. Поезд не издает звуков. Он статично находится в этом месте. Возможно, изначально тепловоз должен был остановиться вот здесь. Либо просто забыли сделать его источником звука. Чуть дальше по данной лестнице можно спрятаться от полиции. Зачем, не ясно. Но можно. Игрок бы с легкостью мог пройти сквозь эти решетки. Единственное, что ему мешает – невидимая стена. Боковая дверь контейнера темнее самого контейнера. Как всегда с брашевыми сущностями. После перехода на следующую карту исчезают 3D модели камней. А также видно, что вода за контейнером вся взяла да и высохла. Данная деревянная конструкция во время обрушения в 2004 году критично била по FPS тогдашних игроков. Игрок может проигнорировать разбитую базу повстанцев и пройти без утомительной перестрелки данную локацию, просто убив пулеметчика и взобравшись вот сюда. Пройдя далее, можно заметить БТР, нос которого торчит сквозь стену. Кольца освещены по-разному на обоих картах. Игрок может перепрыгнуть с уступа на уступ, не проходя головоломку. Данный вертолет ничего не заметит, даже стрельбы по кабине. И вообще это разные аппараты. И опять игрок может при желании пропустить часть локации, просто запрыгнув на кучу мусора в этом месте. Если после смены уровня вернуться на прошлую карту, можно увидеть это. А еще вот это. Несколько ящиков освещены нормально, а верхний нет. Это частое явление. Пример плохого маппинга. Кучу брашей пересекаются. Само место находится под углом, чего не любит BSP-компилятор. Не делайте так. Пример неудачной оптимизации видимости. Можно было лишь добавить несколько ариапорталов, чтобы не рендерить лишние локации. И снова плохая оптимизация. Модель решетки светится в темноте. В игре присутствует карта канал с 0.3 и канал с 0.5, но отсутствует канал с 0.4. Первое появление в игре солдат Альянса. Скорее всего его забыли удалить из уровня. Ради оптимизации дальность исчезновения моделей на карте выставлена несколько маловато. Ну и наконец, если после перехода на следующую главу вернуться к женщине, которая выдавала нам транспорт, мы увидим, что она уже погибла. КПМ!